Добрый день, меня зовут Александр Зимин, я врач-фитотерапевт, практикующий, принимаю в клинике официальной. И сейчас хотел бы рассказать о очень важной теме, о том, какие лекарственные травы, фитосборы не стоит покупать. Потому что на самом деле, ну вот казалось бы, врач-фитотерапевт, и он должен советовать те фитопрепараты, которые продаются в аптеке. Но к глубокому сожалению, работая фитотерапевтом, направить человека в аптеку за лекарственными сборами, это совершенно бессмысленное занятие. Потому что в аптеке, либо БАДы, с которой содержат красители, консерванты, всякие добавки, либо фитосборы в виде трухи, которые уже не имеют ни цвета, то есть которыми воспользоваться нельзя. Сейчас объясню конкретно, да, вот часто и на выставках, и на маркетплейсах, вот продаются лекарственные травы в таких пакетах пластиковых. Они прозрачные. Но, вот эта прозрачность, она к чему ведет? Тому, что лекарственное растение под воздействием света подвергается разрушению, фотодеструкции. То есть в таких пластиковых пакетах, там нет действующих биологически активных веществ, которые уже под воздействием фотодеструкции разрушились и не представляют никакой фармакологической и медицинской ценности. То есть травы лекарственные не должны храниться в прозрачной упаковке. Ну, хотел бы вообще отвлечься, откуда я беру вот эти всякие информацию важную, да, и знания по фитотерапии. Потому что и сложность в том, что и специальности такой нету в России, что она не развита. И необходимо сказать, что в России вообще фитотерапией занимаются народные лекари, да, скажем так. То есть у нас некая отсталость есть. Но вот посмотрите, сколько информации по фитотерапии доказательной есть иностранной. Это и британская травяная фармакопия. То есть вы себе представьте, что именно лекарственным растениям отдельная травяная фармакопия. Это вот насколько должен быть высокий уровень изученности, да, чтобы отдельную такую фармакопию выпустить. Есть Эскоп, HMPC, Трамил. То есть много организаций, много научных коопераций, которые, они выпускают информацию о доказательной фитотерапии, которой я пользуюсь в своей работе, в практической работе. Конечно, отмечу и Кохрановское сообщество, как по комплементарной медицине. Оно в себе обвиняет самые лучшие обзоры и научные статьи по фитотерапии. Итак, это такое отвлечение, да, по поводу того, откуда я беру информацию, на что я опираюсь в своей работе. Вот касательно такого сбора, да, кровоочистительной. Я уже не говорю о том, что вот это заражение крови, да, в медицине называется сепсисом. И никакими травами, конечно же, нельзя уже ничего не сделать. Это реанимационные мероприятия должны быть при сепсисе. А тут мы видим кровоочистительный сбор. То есть, это абсолютный разгул какой-то народной медицины. То есть, вы покупаете непонятно что, кровоочистительный, от чего он очищает кровь. То есть, вообще непонятно, какая цель. То есть, повышает гемоглобин еще какие-то слабо связанные между собой синдромы, симптомы. И то, что вы покупаете в таком прозрачном пакете, это абсолютная труха, да, которая и потенциально не может никакого оказать воздействия. Также я сошлюсь про этот факт на официальную фармакопею. Официальную фармакопею. То есть, это выписка из книги по фармакогнозии. А фармакогнозия – это наука, которая занимается как раз теоретическими основами фитотерапии. И вот здесь я привожу выписку по поводу хранения лекарственного сырья. Итак, должны быть хорошо вентилируемые складские помещения. Но вообще, это касается упаковки. Хорошо вентилируемые. То есть, это не должен быть, по крайней мере, пластиковый пакет, в котором вы понимаете, какая вентиляция хорошая. И второе, что очень важно, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей. Почему так написано? Потому что при воздействии света лекарственные травы разрушаются. И это все известно и прописано в фармакопею. Вот, соответственно, учебник по фармакогнозии. То есть, фармакогнозия – это действительно научная дисциплина, которой занимаются фармацевты. То есть, они это знают очень хорошо. И по поводу хранения есть такие аспекты. И вот классический пример – это вырезка из маркетплейса, в котором представлены профессионалы, которые чай положили в закрытую от света упаковку. И еще внутри, там не пластиковый же пакет, там специальная фольгированная бумага, в которой хранится чай. То есть, в таких условиях чай сохраняет свои свойства. И тем более, можно надеяться на то, что если это не чай, а лекарственный сбор, что он будет оказывать свои лекарственные свойства. И видим тут же в продаже чай, который вот с окошком таким красивым, чтобы могли посмотреть, полюбоваться на траву. Но я не понимаю смысл любования, когда она не имеет никаких лекарственных свойств, никаких целебных свойств. Вот также здесь в банках. Вот это должно храниться где-то в банках под действием света. То есть, профессионалы, скажем так, этой индустрии, знают, как нужно хранить лекарственное, ну не лекарственное, а вот чайное сырье, то есть, чтобы оно сохраняло свои свойства. Потом, очень важно, когда вы покупаете лекарственные растения, обращать внимание на органолептические свойства растения. То есть, два показателя самых важных. Это цвет, это у сырья должен быть яркий, выраженный такой цвет. Это не должно быть какое-то тусклое, такое безжизненное сырье. И второй факт, это запах. Тут немножко закрыто, но должен быть отчетливый, выраженный запах у лекарственных трав. Как правило, в аптечных препаратах, когда берешь сбор, да, где-то произведенный заготовителем, не заготовителем, обычно это же фабрики большие, да, в аптеке поставляют. Но походу, что в этих фабриках не соблюдается ни условия, ни хранения, ни сушки. И поэтому, когда берешь аптечное сырье лекарственное, оно все тусклое, без всякого цвета, без запаха, просто труха, да, которой нельзя воспользоваться. Итак, дополнительные материалы по фитотерапии, по лекарственным растениям, в большей мере, представлены у меня в группу, в которую приглашаю добавиться. Это ВКонтакте и в Телеграме. Там дополнительная информация именно по схемам лечения с указанием дозировок и длительности курса, потому что ни в одном учебнике фармакогнозии либо фитотерапии мало уделяется имя проблеме дозировок. А есть большое отличие, это, допустим, пищевое растение с лекарственными свойствами, у него одни дозировки, либо это растение с выраженными терапевтическими лекарственными свойствами, тогда уже там другие совершенно дозировки, они есть поддерживающие, есть фармацевтические дозировки и так далее. Это целое большое направление, да, я больше рассказываю об этом в своих группах. Потом по поводу методологии больше информации лекарственного растения, потому что есть определенные правила сочетаемости фитотерапии с нутрицептиками, то есть витаминами, минералами и с лекарствами, да, потому что я не сторонник того, чтобы отказываться от обычного стандартного лечения. Наоборот, смысл фитотерапии в том, чтобы дополнять, дополнять обычные химические препараты аптечные, а не вовсе их замещать, поэтому добавлять эти в группы и уверен, что эта информация была полезна.